Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэдж и сразу же хочу сказать вам очень важные новости. Сегодня будут раздавать достаточно много доната, будут раздавать столько, сколько еще не раздавали. 3 часа дня, как вы видите, в 6 часов по Москве вечера и в 9 по Москве, то есть, как тут написано, за 6 часов вы получите 300 единиц доната на свой счет. Поэтому, если вы еще не играете, заходите, обязательно играйте, вы успеете получить 200 доната, скорее всего, если прям сейчас начнете скачивать. Короче, самый лучший шанс залететь на Смотру сейчас, это сейчас. И вводите мой промокод GLADES, чтобы еще комфортнее начать тут играть. А, ну если вы очень ничего не знаете про этот сервер, то заглядывайте в плейлист с шерцами, там вы за очень короткое время можете много чего узнать по поводу этого сервера. Так что, короче, вот, обязательно залетайте на сервак, для того, чтобы не пропустить эту раздачу. Почему такая раздача? Ну, относительно щедрая, смотри, понятно, то, что если сравнивать с другими серверами, то это не сильно щедро. Короче, в честь чего такая раздача? В честь того, что вчера обнулили игроков, это так страшно на самом деле звучит, обнулили тех игроков, которые не заходили на сервер 3 месяца. То есть, как обнулили? Их имущество слили в гос, им вернули деньги за госстоимость, ну, то есть, там от домов, не помню, сколько там возвращают, 90 или 80 процентов. А тачек им вернули... А подождите, а автомобили-то у них забирали или нет? Тачки-то вроде не должны были забирать, только номера должны были на тачках забрать. Ну-ка, что-то я туплю... Был стоимость данных ТС, да, транспортные средства тоже забирали почему-то. Вот это, кстати, очень странно, зачем забирать тачки, если чилы не заходили? Можно было просто забрать номера и заменить на рандомные, но тут, скорее всего, какая-то техническая проблема была в этом плане. Короче, я вчера охуел с того, сколько слетело всего. Во-первых, 16 тысяч номерных знаков и 201 дом. Рассказываю, как это произошло. Мы сидели с Максимом на сервере, сидели-сидели, ждали, короче, это все. Максим даже своему другану отдал один из домов для того, чтобы попробовать залутать себе домик. Ну, как вы понимаете, 3 дома максимум можно иметь в наличии. Кстати, с випкой можно было бы сделать тоже 4 дома. Есть же с випкой 4 бизнеса, можно было бы 4 дома тогда с випкой. Тоже неплохой бы бонус был. Короче, ладно, суть-то не в этом. Суть в том, что мы сидели-сидели, страдали хуйней. Проходит 4 часа, время 11, а начал этот скрипт по обнулению работать в 7. И Саня пишет то, что примерно 40-45% скрипт сделал. Он проверил аккаунтов, и мы такие, ёп твою мать, это же еще получается примерно 5-6 часов. Ну и, короче, оба ливнули. Максим там, не знаю, пошел заниматься своими делами или спать, или чем-то еще. Я пошел заниматься своими делами, страдать хуйней, делать видосы. Залипать на ютюбе. Короче, и я в этот момент оставил GTA включенную, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом, короче, сижу на ютюбе, залипаю. Вижу новость о том, что сервер закрыт на техработы. Как раз-таки рестарт этот технический. Он будет происходить некоторое время определенное. Я такой, ну и попробую зайти на сервер. Смотри, он выключен. Думаю, да и хуй с ним. Пошел дальше на ютюб залипать. Все, уже собираюсь. Короче, спать идти. Случайно захожу в ВК. Смотрю пост-отсмотры. Освободили 200 квартир. Я такой, чё? Смотрю, у меня GTA-то открыто. Я захожу на сервер. Смотрю, онлайн всего типа 140 или 150 человек. Такой, ебать. Домов 200 освободили, а онлайн 150. То есть, я по-любому успеваю. Поехал сначала, короче, в ЛС, блядь. Думаю, в многоквартирку в какую-нибудь. Такой, думаю, ебать, я тупой. Тут же возле меня Сэнди Шорс. Поехал, короче, путаюсь. Нихуя понять не могу. Я потому что мне никогда не везло ловить там дома, бизнес и еще что-то. Я даже не пытался вообще никогда это делать. Если после обновы зайду там на какую-то же кашечку, то окей, куплю себе ее. Потому что, как правило, освобождается много квартир. Тут, смотрю, тоже много квартир освободилось очень. Просто заезжаю в Сэндик, такой, уа, нихуя, хату покупаю. Просто, короче, несмотря сколько там гаражных мест, какая госка. Покупаю ее, смотрю, возле меня еще одна. А у меня как раз, типа, вот здесь вот одна квартира, одна гаражка была, один дом. И, короче, вот здесь вот я еще себе два выкупил. Проезжаю здесь, смотрю, здесь еще куча зеленых домов. Я пишу в чат банды, алло, ребят, тут пизда, домов, едьте сюда. Подъезжаю к Муравейнику, я говорю, тут в Муравейнике два дома. Говорю, маску снял, едьте ко мне срочно. Тут пиздец домов, квартир. Чуваки такие пишут, ля, все, едем, едем, короче, в Сэндик. А потом я увидел то, что в Муравейнике, оказывается, пять или шесть домов слетело. Ну, не то, что благодаря мне, но мне там несколько чуваков написали спасибо. Но у нас в итоге, как я понял, вся банда просто забила себе полностью все дома. Кто был на сервере, тут, получается, домов десять купили в Сэндике чуваки из моей банды. Потому что, говорю, здесь вот в Муравейнике, где я сейчас катаюсь, пять или шесть домов, блядь, слетело. А Максим, кстати, лох, он ушел спать. Как раз когда слетели вот эти все дома, я посмотрел то, что он сорок минут назад был в Сети. Короче, Максим себе не успел ничего купить. Хотя ему на самом деле нахуй-то это и не надо. У него, короче, что-то там девятнадцать, блядь, по-моему, автомобилей. У него триста миллионов рублей на руках. Ну и, как вы понимаете, у него там типа в Эклипсе двенадцать мест, еще, короче, дома есть. Короче, я в ахуе. Ему-то ладно, эти бы пять миллионов, на которые бы он в плюс ушел, ничего бы не решили. Вот, это я вам рассказал, как я залетел на слет. Очень удачно. Гула, кстати, тоже друган, мини-ютюбер. Он себе тоже в Эклипсе словил квартиру. Но он прям возле Эклипса и стоял все это время. Он прям на это и рассчитывал. А я как бы ни на что не рассчитывал. Такая халява, ну типа, успею, залечу, прокнет. Окей, ладно. Не прокнет, да и похуй, сам позарабатываю деньги, чё мне. Вот, а по поводу обнуления. Кто-то считает то, что это пиздец как страшно, кто-то считает то, что это, ну, не то чтобы прям и страшно. Я на втором месте, я считаю то, что это не так уж и страшно. И в любом случае, если это уже произошло, то чё, окей. Чё мы можем сделать, если это уже произошло? То есть я привык, если я на чё-то повлиять не могу, со мной, разумеется, не советовались. Типа, не писали, Жек, а как ты думаешь, мы вот хотим сделать обнуление? Как тебе эта инфа? Ну, блядь, сделали и сделали, окей. С другой стороны, освободили всего 200 домов. Ну, если вы знали то, что у вас 200 домов занято чуваками неактивными, поставьте ещё 200 домов. Насколько я помню, тут можно ещё добавить многоквартирок, можно добавить ещё домов, но этого не стали делать. Почему-то сделали подобие обнуления. То есть это не прямо обнуление. Деньги-то вам вернули всё равно хоть какие-то. Если у вас там на банке, в наличке деньги были, то у вас они остались, вас не обнулят. То есть вы можете зайти и дальше продолжить играть. Уведомили заранее об этой хуйне. Да, понятно то, что у кого-то мог сломаться компьютер. Я сейчас не оправдываю разрабов. Я сам считаю то, что можно было, блядь. Ну, на номера, во-первых, всем похуй, да? Номера и так добавили, типа, 3 семёрки, ну, типа, трёхзначные регионы. Да и так, если вы заглянете в покупку номеров, в продажу, то вы увидите то, что там каждую секунду реально сообщение. Там просто, если ты захочешь купить себе номер, ты его купишь. Если ты захочешь купить себе дом, ты его тоже купишь. А если домов реально так мало, поставьте, блядь, ещё домов. Зачем вы делаете вид то, что у вас дефицит? То есть я не знаю. Я и оправдывать разрабов не хочу, и пиздеть на них не хочу. Но сделали они так и сделали. Чё мы можем поделать? А с другой стороны, так ещё сделали, потому что налоги реально детские. И у меня 2,5 тысячи налог на дом в сутки. То есть я могу пойти поохотиться, заработать там на охоте, ну, 500, 600, 700, да, в зависимости от ситуации косрей. И если я заработаю за час 500 косрей, мне дом хватит содержать, грубо говоря, ну, там, сколько? 100, 200, 200 получается дней я могу содержать дом. То есть одноквартирки никогда не слетают. То есть, смотрите, если я такой, так, всё, я ухожу, короче, с сервера, не знаю, куда-нибудь, калькулятор, давайте. Ну, это, блядь, чё считать? Если я закидываю миллион на 2,5 тысячи, получается 400 дней. То есть, грубо говоря, год. То есть миллион на год. Понятно то, что эти дома никогда, блядь, просто не слетят. Ну, типа, это очень сильно надо забить хуй на сервер, чтобы дом слетел. Ладно, с этим всё понятно. Тут вы уже сами напишите в комментарии, чё вы думаете по этому поводу. Следующая тема, которая очень неожиданно возникла, это то, что как раз Сане вчера было очень сильно не оху делать, пока работал скрипт. И он, блядь, как же маг подкидывает все тачки, мне прям так нравится. Я сегодня в таксиста уебался и думал, я его аннигилировал, короче. Потом зашёл в камхак посмотреть, чё с ним случилось. И вон там, вон вдалеке увидел, как он приземляется. Короче, мне так нравится Макланан. Просто едешь по своей полосе, и встречники постоянно куда-нибудь улетают от тебя. Ну как, куда-нибудь, блядь, вверх. Короче, фановая хуйня. Так вот, и Саня вчера общался всё это время с игроками, для того, чтобы их поддержать, задавал им там всякие вопросы, вот это всё. И сообщение, так, я сейчас постараюсь его найти, чтобы прям не напиздеть. Вот, это было в общем чате, то есть это не какая-то личная переписка, ничего. Мы переписываем полностью систему боевого пропуска. В целом, концепция поменяется. Батл пасс новый вас удивит очень сильно. Следующий. Это так, спойлер. И несколько человек написали, чем удивит. Х3, блядь, сложностью. Ха, бля. Я это написал Максиму, потом мне Максим ещё кидал скрины, где чуваки точно так же шутили. Ну то есть, батл пасс уже на смотре воспринимается просто как шутка. Я не знаю. Я всегда говорил то, что, ребят, вот следующий батл пасс будет хорошим. Разрабы, по-любому, не настолько глупые для того, чтобы следующий батл пасс сделать таким же, блядь. Они просто не могут наступить на те же самые грабли. Ну типа, разрабы сделали ультра хуёвый батл пасс. И чё, следующий вы хотите сказать, они сделают таким же? Мы не угадали. Они сделали его ещё хуже, блядь. Серьёзно, этот батл пасс ещё хуже, чем прошлый. Как бы это странно ни звучало. Но на самом деле, даже можно не говорить то, что он хуже или лучше. Они просто, два батл пасса, невероятно уёбские. И тут я хочу сказать то, что следующий батл пасс будет охуенный. Но нам и в прошлый раз так говорили, нам и в позапрошлый раз так говорили. Поэтому я тут ничего говорить не буду. Просто вот такой вот рофло-момент. Короче, о, блядь. Короче, ладно. На этом я видос закончу, чтобы побыстрее его там замонтировать. А то вдруг вы там в ВК не сидите, либо в Дискорде не сидите, ничего не знаете. Вот, рассказать вам побыстрее про сегодняшнюю раздачу. Кстати, онлайн уже 822 человека в такое время. Прям очень приятно выглядит. И чё, не забывайте заглядывать в описание. Там куча важной информации есть. И всех люблю. Всем спасибо, что смотрели. И всем пока.